Не знаю. Эта игра сложилась для нас гораздо лучше, чем предыдущая. Радует одно, что команда может давать ответ на такую плохую игру в первой игре. Это радует, конечно. Считаю, что сегодня мы заслуживали победы больше, чем южный. Не знаю, что помешало нам в конце упустить такой большой гандикап. Вроде бы уже было плюс 10, но Химик нашел свою игру, Химик вернулся в игру. И в конце уже вывели к победе Химик детали, которые помогли. Забей мы парочку своих мячей, не знаю, волнопадений. И тот, конечно, обидный был. Поздравляю команду Химик. У нас есть еще две игры, никто не собирается сдаваться. Как минимум две игры у нас есть. И хотим обязательно вернуться сюда. Это наша цель. Будем работать. Никто не опускает голову. По сегодняшней игре было видно, что мы способны вернуться сюда на пятый матч. Спасибо большое. Спасибо. Выроку вопросов нет? Есть. Есть. Добрый день. Я от Европорта. А мы же делали вопрос. Управление. Потом вопрос. Странно. Рекламент поменялся. Нет. Хорошая игра, интересная игра, да. Я полностью согласен все, что говорил Денис. На вторую игру смогли собраться. Нашли резервы. Хорошую игру показали. Повлагодарил ребятам за работу. И жду ответных матчей в Киеве. Мы сделаем все, чтобы вернуться сюда. Это будет непросто, но будем стараться. Спасибо. Слушаем вопрос. Условия проживания команды здесь были у нас удовлетворяющие? Да. У Химико никогда никаких проблем не было. Ни с тренировочным залом, ни с проживанием, ни с питанием. Никогда. Это база высочайшего уровня. Поэтому всегда приятно сюда приезжать. И лучшая база в Украине. Мы замечаем вам, что когда вы приедете на пятую игру, такая будет замечательная погода. И все будет хорошо. А простите, вы кто? Вы кто? Вы директор гостиницы? Нет, нет, нет. Я просто. А, я понял. Вы говорите, я обещаю. Вам обещаю. Я здесь тоже. Не, не. Хороший прием. Все отлично, конечно, в Химике. Время нам дали, конечно, неудачно для тренировок. Объективные причины для этого. У вас турнир, чемпионат был. У нас тренировки после восьми вечера. Ну, ничего, я думаю, что Химик так же будет тренироваться. Кристиан Джонс, ваше мнение, что было самым главным сегодня? Что помогло вернуться в игру, отыграть отставание и в конечном итоге победить? Кристиан Джонс, ваше мнение, что у нас был главным сегодняшний фактор, чтобы вернуться в игру и победить эту игру? Кристиан Джонс, ваше мнение, что было главным в этой игре, что они оставались командой, сражались до последнего и держались планом на игру, который задал тренер. И навязывали сопернику соперничество на каждой позиции. Сегодня было главным. Добрый вечер, спасибо большое за победу. Также хочу поздравить всех, кто искренне за нас переживает и поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Ключевым, ну, в первую очередь, как я и говорил на пресс-конференции после первой игры, что эта игра будет абсолютно другая. И, естественно, Киев сделает все для того, чтобы взять здесь победу и иметь уже преимущество своей площадки. Это мы прекрасно понимали. Так оно и получилось. Они очень хорошо вышли. И, опять же, тактически тоже поменяли игру. Они, если в первой игре много было зоны, то сегодня больше было лично. И они достаточно хорошо начали. И наказали те моменты, которые мы как бы готовили. Но забили те броски, которые, возможно, мы не ожидали. Которые они должны были забить. Или те игроки, которые, может, с меньшим процентом попали очень хорошо. И это тоже немножко нас выбило из колеи. Важный момент был то, что, как всегда я говорю, мы стояли на правилах. И в тот момент, когда мы проигрывали 11 очков или сколько, да, мы уже не раз доказывали о том, что не нужно ни в коем случае там паниковать или еще что делать. Нужно стоять и на правилах, и играть сконцентрированно, сфокусированно. И стараться минимизировать глупые ошибки, которые у нас были в защите. Ну и, безусловно, не могу не отметить. И очень рад за Славу Петрова, да, который сегодня провел фантастическую игру. Очень хорошо напал, раздал, подобрал. И, знаете, как, так, немножко научили на свою голову Славу, да. Ну, рад, ну, я за него искренне рад, да, потому что много и с ним работал, и клуб, как бы, когда он еще был в дубле, Саша Паченко, да. То есть рад за него, что игрок вырос в одного из лидеров. Пускай даже уже не в нашей команде, но в другой команде он доказывает, что он состоятельный. Я за него очень искренне рад. Поэтому очень рад этой победе. Немножко недоволен стартом овертайма. Стартом овертайма. Там нужно было немножко более с холодной головой сыграть. И более легче, да, стартовать в овертайме. Потому что очень важно в овертайме начать хорошо каких-то первых два очка. Тем более, чтобы мяч был у Киева, нам получилось это защищаться. И нужно было тут немножко лучше распорядиться в этой первой, во второй атаке с мячом. Ну, есть как есть, уже ничего не поменяешь. Еще раз говорю, что рад этой победе. И ни в коем случае не останавливаемся, не думаем о том, что уже что-то сделано. Нужно всегда думать о том, что... Нужно прибавлять. Нужно прибавлять и думать о том, что 0-0. Только так можно добиться чего-то небольшого. Есть попросы? Я думаю, выражу все мнение, если пожелаю вам... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ваши родинки, блин, за вас.